Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» проводится второй год. Площадками становятся лучшие вузы страны. В Краснодарском крае, как и в прошлом году, выбран Сочинский государственный университет. На его базе прошла Олимпиада по направлению специальное дефектологическое образование. Задания ориентированы не на проверку знаний в этом их особенность, а именно на оценивание сформированности профессиональных навыков. Это отличный социальный лифт для талантливых студентов. Победители данной Олимпиады получат приоритетное право для поступления в магистратуру, аспирантуру ведущих вузов Российской Федерации, получат возможность прохождения стажировок в ведущих российских организациях. Всероссийская Олимпиада состоит из двух этапов. Заочный стартовал в ноябре и завершился в декабре. Из более 500 тысяч студентов в очный тур прошли 73 тысячи, в их числе и студентка третьего курса СГУ Ангелина Санкина. Для меня, наверное, это какая-то возможность, шанс попробовать свои знания проявить, как-то улучшить их, так как во время процесса подготовки мы всё-таки узнавали много нового. На базе СГУ Олимпиада проводится только по одному направлению. Всего их 54. Главной особенностью Олимпиады является её практикоориентированность. Кейсовые задания составлялись ведущими научными сотрудниками образовательных организаций и предприятиями коммерческой сферы. Они представлены в формате видеоролика, по которому студенты должны написать эссе по так называемой ПОПС-формуле. Эта формула позволяет оценить не только уровень профессиональных знаний человека, но и его личную позицию, его отношения, его понимание этических стандартов. То есть там прям несколько критериев, по которым профессионал получается не только профессионалом какой-то нашей традиционной российской школы, но профессионалом, который открыт миру и соответствует мировым стандартам. Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» – это не только возможность получить новые знания, но и отличный способ повысить вероятность своего успешного трудоустройства. Результаты очного этапа станут известны в марте.